здравствуйте дорогие друзья и сегодня программа философское мнение в формате трэш обзора мы будем рассматривать фильм ларса фон трира дом который построил джек и для обсуждения я пригласил дитко алену игоревну аспиранта философского факультета мгу и блабановеда здравствуйте и сегодня мы будем обсуждать такой замечательный фильм последняя работа ларса фон трира дом который построил джек формате трэш обзора судя по всему да здравствуйте да трэш это обзор на с нашей стороны это обзор со стороны ларса фон трира это как обычно трэш почему эта работа как обычно у ларса фон трира все работы мне кажется вот вызывают какой-то ажиотаж они только выходит тебе как эта работа мне прекрасно просто по той простой причине что у меня вызвало ощущение того что я как будто бы смотрю груз 200 по атмосфере посыл естественно абсолютно другой он противоположный и иногда конечно любят сравнивать балабанова с триером потому что они провокаторы оба но балабанов хотел всегда взять реванш от рир это чистая провокация провокация в кубе провокация в квадрате не знаю как угодно можно называть но эта работа мне еще понравилась тем она просто польстила моему философскому образованию да и возможности постоянно отсылать и обдумывать его разговоры свержем тем самым вергилием да и понимать что философское образование но хоть где-то понадобилось до два с половиной часа сидеть в кинотеатре думать а вот это откуда вот то откуда поэтому в целом мне очень понравилось и удивительно что сеанс на который я ходила в кинотеатр он был в 12 часов дня и большинство присутствующих так были люди старше 50 лет ушли только молодые могу сказать обратная ситуация меня ушли молодые понимаешь они очень много смеялись и они ушли где-то через 20-30 вот у меня была обратная обратная ситуация вот уже под завершение попал ну вообще завершением прокате дом который построил джек и у меня по аудитории была абсолютно другая ситуация в основном была молодежь то есть чтобы и вот в принципе зал был он маленький в кару фильм который октябрь на арбате и там ушло из зала буквально только два человека то есть все остальные досидели досмотрели и это вот была молодежь вот что вот примерно моего возраста то есть от 25 до ну наверно 32 примерно может быть даже от 23 до 32 вот примерно где-то в этом диапазоне вот поэтому с моей стороны такое замечание ну просто у меня еще вот эти вот женщины очень много пожилых людей было причем люди встали люди стали и стали аплодировать меня вот это удивило потому что но обычно начинается брюзжание пены изо рта и все говорят какой ужас какой ужас только насилия и как мы знаем с примерного показа в каннах ушло 100 человек сеансы но что интересно в тули например был примерный показ тоже и вот в тули не ушел никто вопрос да почему же неужели русские люди как-то спокойнее реагируют на насилие на экране спокойно относится к насилию в искусстве но естественно все либералы сразу стали нам говорить о том что потому что в россии плохо живут поэтому русские люди привыкли к трэшу трэшу каждый день но не знаю с чем это связано если честно но возможно потому что он три рьями ввиду это режиссер национального масштаба изначально то есть да у него есть всемирный всемирное уважение его могут ругать его могут критиковать плеваться убирать из канна всегда до предавать анафеме но к нему всегда прислушиваются потому что 3 это бренд трэша которого ты никогда не видел и никогда больше не увидишь это самый одиозный маркетолог которого я знаю то есть почему его выгнали из канн в 2011 году потому что всем понравилась меланхолия она понравилась всем ему аплодировали вся канны но 3 он не привык такому ему надо идти в противодействие ему приятно идти против луча они получу потому что я не знаю возможно для него это интереснее но то есть если мы говорим о доме который построил джек как мы знаем главная претензия к этому фильму это насилие над женщинами и феминистки а также активистки me too они в первую очередь говорят о том что почему не были использованы мужчины в качестве жертв на что ларс фон триер отвечает в своем интервью про женщин писать легче и смешнее и тут же сразу параллель с главным героем у нас возникает которого верст спрашивает почему только женщин я вижу тоже убивал больше людей но 60 61 ну да что до 1 вместе да подожди нет 60 он ну на тот момент на тот момент да плюс еще люди которые дарка которые последствия которые были материалом для постройки его ужасающего гениального дома я не знаю как это сформулировать на нормальном русском языке вот на чем я у меня вылетела только что вот до дома который он построил из людей а все я вспомнила феминистки дай а почему только мужчина вот это параллель с тем что и триер отвечает и джек одинаково наводит на мысль многих критиков о том что авто фильм автобиографический фильм показывает триера как джека и джека как триера джек это его альтер-эго я не знаю с этим можно спорить но мне кажется что здесь немного не то мы не можем до конца понять на какой стороне стоит ларс на стороне верджа моралиста или на стороне джека ясно что триер не моралист закончен и вообще не моралист ни разу но при этом не хочется быть на стороне джека ты не идешь за джеком до конца в какие-то моменты ты действительно начинаешь сопереживать герою потому что триер использует очень круто этика эстетический парадокс который был замечен сюда что это за парадокс это когда ну началось все это дело с нитши с фридриха нашего великого когда этически отрицательные негативные моменты когда поступки негативно с этической моральной точки зрения они привлекают это так называемая благородная гниль о которой как раз таки говорит нам ларс рассказывая о вариантах виноделия который и ему приятнее это благороднее а благородная гниль я бы вообще назвала вот весь этот фильм по-другому если честно не дом который построил жека благородная гниль потому что все что мы видим с визуальной точки зрения она шикарно выстроена это брейгель которого вот это фактически брейгель которого так любит ларс ну еще отсылки естественно к ренессансу как мы знаем однако же мы прекрасно понимаем что все поступки они отвратительны с моральной точки зрения они неприятны огромное количество сцен насилия физиологического контекста она отпугивает и вызывает вот отторжение физиологическом уровне причем там нет вот прям такого вот грязного чего-то то есть там если сцена с отрезанием груди да например нам не показывают к ее как то есть нам показывать начало как я начинаю отрезать яка если да то есть он в этом плане даже ну позволяет нашей фантазии разыгрывать больше жуткие сцены нежели то есть это он по умолчить делать это в такой тишине да то есть он не показывает как вот ребенка он пока ну вот там препарацию ребенка он показывает только результат но мы слышим вот эти вот звуки металла о плоть и все и вот да да ты говорила как раз про ужасающее и этическое да этика эстетический парадокс то что часто бывает нелицеприятным по последствиям и с моральной точки зрения но привлекает наш взгляд мы воористы в этом фильме и вспомни кадр из третьего инцидента если я не ошибаюсь семьей когда он изобразил ритуал охоты с детьми и с женщиной он выложил их выложил их в идеальной пропорции он полностью все повторил он считает убийство произведением искусства и для него вот этот этика эстетический парадокс он решается просто этики там быть не должно в искусстве искусство выше этого искусство не должно обращать внимание на мировые проблемы она не должна обращать внимание на какие-то мелкие по мнению джека моменты убийства убийство это лишь малая толика здесь у нас сразу достоевский может стать главе конечно и твари дрожащие или право имеющие но когда мы говорим о достоевском это все-таки мораль до первую очередь потому что твари для для дрожащие или право имеющие приводит нас в итоге к какому-то великому делу то есть есть великая идея как например была идея троцкого до изменить весь мир с помощью революции где смерть людей не имела большого значения здесь же идеи как таковой нет практической идеи это не утилитарная сфера искусства его же все равно вдохновляют иконы которые приходят через искусство то есть он напрямую сравнивает творцов искусства и соответственно гитлера сталина тоталитарную систему как икона как искусство соответственно вот эта вот связка и он приходит к вот этому он же вот мне просто показалось может быть я вот сейчас немножко на себя перепереду что мне показалось то что я вот здесь тобой немножко не согласен мне кажется что автобиографичен этот фильм в том плане что может разрывать самого вот с точки зрения фрейда да вот у нас есть наша какой-то вот это бессознательная вот это вот наша пропасть вот в которой происходит абсолютно дичайшие вещи у нас есть вот это у нас есть сверх я да вот у нас есть сверх вот эта вот позиция мне показалось что вот ларс фон трир он как раз находится на перипетии между этими сверх я то есть это все то что происходит в его голове есть вот это вот желание потому что автобиографичные отсылки там точно есть и может быть вы кстати сверх я это вот та и вертж да потому что это и граница обозначение вообще понятие граница в английском языке и здесь же приходим еще к другой немножко концепция что есть вот это вот сторона разрушающая эта вот сторона мне показалось что ларс фон трир он в этом плане находится он сам не знает чего куда ему отнестись либо на сторону да вот либо на сторону вот туда вот моралиста какого-то правильного там который говорит искусство это любовь там и другая сторона что вот разрушение и потому что почему мне вот еще показалось да потому что он возможно ларс фон трир да наблюдая за какими-то сценками сценками насилия которые он воссоздавал он думает что это забавно вот он считается забавным как и герой да как сам джек да который случайно сбивает бабулю да которая ходит по дороге да причем кстати вот тоже когда смотрел фильм очень долго вспоминалось наше предыдущее интервью про балабанова который советую всем посмотреть если вы вдруг еще этого не видели где вот мы с тобой говорим о том что брат 2 это не комедия хотя вот то есть это трагедия мне показалось что это наоборот это комедия вот это комедия мне просто я искренне хохотала на этом фильме сидя в кинозале наверное у меня извращенное чувство юмора возможно но я поняла эту иронию это постмодернистская ирония да она жесткая но вспомни эпизод 2 с женщиной которая воскресала постоянно то есть он ее раз придушил она опять воскресает и потом мне было смешно почему-то потому что она вот то есть он только начинает ну и это насколько еще абсолютно ну неправильно ну это все абсурд да это такой жертва которая не бежит никуда жертва никуда не бежит жертвы достаточно все глупые они сами приходят для того чтобы их убили ну кроме бабуленьки все остальные они фактически напрашиваются ну кроме вот семьи вот это семья это вообще вот для меня conteúdo это самый непонятный эпизод фильма потому что для меня не понятно откуда они появились и куда они ушли ну то есть вот наличие семьи оно для меня как непонятно то ли он нашел эту семью то ли он женился на ней это были ее дети для меня почему-то вот это взаимосвязь она просто с пропастью почему-то она была для меня важна я хотела восстановить вот этот эту пропасть но и мне не получилось ничего и поэтому я не могу вот нормально никак объяснить этот третий инцидент. А со второй женщиной, когда она воскресала, 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 мне было смешно. И потом я прочитала интервью Триера, где он говорит о том, что когда я писала именно этот эпизод, я хохотал, потому что она постоянно воскресала. Вот вопрос, с чувством юмора Триера не так что-то, да, или с людьми, которые смеются над этим в зале. Но, возможно, это происходит так же, как в фильмах Тарантино. Ты просто начинаешь смеяться уже от того, сколько этой крови на экране. Это гиперкровь огромного количества искусственная. Тебе начинает вызывать просто гомерический хохот. Хотя ты же понимаешь головой, что все это неправильно. Это смерть, это смерть огромного количества людей. Здесь же мне показалась еще такая... Ну, во-первых, это постмодернистский нарратив, об этом надо сказать, о том, что хронотоп нарушен, нет линейного времени никакого, оно сходится в единой точке, потому что, если мы вспомним изначально голос, появляющийся в первых кадрах фильма, это голос Вёрджа, Вергилия Данте, который ведет своего путника после смерти в ад. Вёрдж появляется перед нами в визуальном плане только в конце фильма, когда Джек начинает строить свой дом. и уже потом они спускаются в ад, да? А вот этот промежуток всего фильма с отступлениями и разговорами по ходу дела с этим Вёрджем, ну, это, во-первых, не по прямой, да? Это перемешано все, но это не вызывает какого-то диссонанса, когда ты это смотришь по прямой, да? То есть кажется все органичным. Плюс постоянная смена кадра. Если вспомнить, там в конце начинается агония фактически его сознания, да, психопатического, когда всё, что он делал в этой жизни, начинает триггерить, да, так мелькать очень активно. Поэтому постмодернизм, чистые воды, вопрос, нужен ли он так сейчас в кино? Вот есть ли ценность у этого фильма? Мне кажется, отвечать сейчас на этот вопрос будет, ну, во-первых, глупо, а во-вторых, не преждевременно. Потому что фильм только вышел, и от него пока что есть эйфория некая. То есть ближайший год его нельзя адекватно оценивать, потому что 2018 год это год идущего феминизма вперёд. Это год, когда начинают скрепы, начинают давить скрепы на всё, что есть вокруг. Обрати внимание, кто он по национальности? Он датчанин, он скандинав. Это очень правильные народы. У них в менталитете заложена правильность, точность. Концепция датчане, да, кстати, по рейтингу, это самые счастливые люди на планете. Только у датчан есть понятие хьюги, и люди хьюги не переводятся ни на один язык мира. Это, они говорят всегда хьюги, когда садятся всей семьёй, едят пончики, пьют чай, общаются. Это люди, которые съедают сладкого на душу населения больше, чем другие народы, все вместе взятые. Именно датчане, вот эта маленькая северная островная страна. Это так важно, почему? Потому что всего в Дании, насколько мне известно, проживает не так много миллионов человек. Четыре или пять. Ну, то есть вот наш один микрорайон, да, московский. Ну, не микрорайон, это административный округ. Естественно, люди там всё знают. Поэтому они могут контролировать друг друга. Они могут строить там гражданское общество. И вот эта прозрачность этого общества, она ведёт к некому тоталитаризму демократии. Вот против чего, как мне кажется, и выступает Ларс фон Триер. Такое ощущение, что он не только обижен на Кана, из которых его выгнали в 2011 году, а он ещё обижен на всю Швецию, Данию, Норвегию и всю Скандинавию с её правильностью. Я, знаешь, вот о чём подумал, когда смотрел вот этот фильм, и когда вот это вот была сцена, это у нас, по-моему, четвёртый инцидент, где он как раз расправляется с этой несчастной девушкой, её возлюбленной. Я поймал себя на мысли, что тотальное одиночество. Да. Тотальное одиночество. То есть никто... То есть он кричит на улице там, помогите, спасите. И у этой девушки, у неё есть шанс выбраться из вот этого вот... В принципе, там этаж второй, третий. То есть там рядом стоят мусорные баки. Условно говоря, можно попробовать стекануть в них. Она даже не пытается спастись. Она не пытается сопротивляться ему никак. Он над этим сам иронизирует, он начинает ей помогать кричать. К ней никто не приходит на помощь. Вот я подумал в этот самый момент, то есть вот на какую мысль меня это навело, всё-всё, весь этот разговор. Что они замкнуты в квартирах, мы никогда не знаем. Вот это тотальное понятие открытости, того, что 21 века, информационные технологии, у нас вообще всё открыто, у нас демократия. У нас ничего не открыто. Мне кажется, Ларс фон Трир, он вот это ещё показывает, что у нас закрыты квартиры. А где происходит действие? В Америке. Да, всё это закрыто. Америка для него это страна, в которой он никогда не был, но которую он априори не любит. Он относительно политических взглядов абсолютно левый. И поэтому он, возможно, и переносит действие в Америку. Только там могла произойти, по его мнению, такая история. В Дании такое бы было просто невозможно. Мы не можем представить, что кричающая женщина в Дании останется без ответа. Там действительно более участливые люди. А Америка это экстраполяция на весь мир фактически. Потому что скандинавов их мало. И тут ещё такой интересный момент. Не просто покинутость, это такая экзистенциальная заброшенность. Киркегор, датчанин. Датчанин, киркегор. Пожалуйста, Ларс фон Трир теперь нам об этом говорит. Мне ещё напомнило это не просто киркегора. С киркегором у меня это не ассоциировалось. У меня это ассоциировалось с Сартром. С Жан-Полем Сартром. Причём именно с атеистическим экзистенциализмом. Бога нет. Тебе можно всё. Он сравнивает. Джек ассоциирует себя с Богом. Он пытается стать им. Его перфекционизм доходит до критической стадии, когда они, спускаясь в ад, Вергилий показывает ему действительную пучину. Самое пекло. Но говорит ему, о нет, друг мой, мы перейдём на два круга выше, потому что тебе здесь не место, потому что самое пекло это для Антихриста, это для Люцифера, как мы знаем из Данте, а седьмой круг это для насильников, для убийц, для садомитов, для богохульников. Это не потолок, да, это не топ. А Джеку хочется топ. Он хочет добиться всего, он хочет быть Богом. Если мы вспоминаем, если мы вспоминаем Уильяма Блейка, «Тигр» и «Агнец», то Джек его трактует как Люцифер, ему об этом говорит Вергилий, он говорит, ты считаешь, что ягнёнок был рождён на заклане изначально. Это сразу вспоминается Ницше у нас с его критикой христианства, с тем, что христианство это религия слабых, потому что сила есть самая лучшая и прекрасная. И вообще с Ницше здесь просто, это не просто параллели, это такая очень сильная сцепка всего этого фильма. Здесь вечное возвращение, он всегда приходит к одному и тому же, да, то есть есть несколько парадигмальных идей Ницше. Вечное возвращение, сверхчеловек, этико-эстетический парадокс, и... Ну, критика христианская. Ну, там иуда христианского лучше так, потому что он иудеев тоже... Евреев не очень, да. Вот. И мы видим все эти четыре парадигмальные концепции у Трира. Вот они, все здесь на поверхности лежат. Да, то есть, если кто-то не знает, то у Ницше есть идея о сверхчеловеке и несколько ступеней достижения и становления сверхчеловека. Это, соответственно, верблюд, лев и ребенок. Вот он как раз, Ларс фон Триер, он полемизирует еще со львом. Он приводит, он вводит туда своего концептуального персонажа, который называется Тигр, и он даже вот с этой девушкой несчастной, кстати, вот мне еще показалось, тоже очень важно, вот ты сказала про хронотоп, да, что он порушен, что он разрушен в своих каких-то антологических основаниях. он не только в нарративе всего этого повествования нарушен, но он еще нарушен в одной такой связке, это внутреннее повествование инцидентов, да, то есть, как у нас обычно, ну, вот бывает, да, то есть, мы встречаем красивую, там, девушку, да, ну, вот в случае, мы встречаем красивую девушку, потом строим с ней семью, потом выстраиваем дом. Ну, то есть, все по порядку идет, линейная консекция времени, ее здесь нет. Да, а здесь, мало того, что ее нет, так здесь еще от обратного идет, то есть, он убивает свою семью, он убивает девушку, да, то есть, вот сначала семья, потом девушка, и потом... Ну, опять же, семья, семью он убивает, я говорю, там непонятно, его это семья или нет, мне кажется, это очень важно. он же на момент Верджета говорит, ну, Верджи говорит, а как же семья? Он сказал, я нашел. Вот, а я нашел, да. Он нашел, то есть, он может быть с ними на экскурсию поехал просто, то есть, непонятно, он же приехал. Но для Верджи, мне кажется, это очевидно, что вот семья, он же вот прям, для Верджи он говорит, а как же смысл жизни, это вот семья, это продолжение рода, фактически в платоновском плане, да, потому что если Платон признавал хоть как-то женщин, то он их признавал, любовь, как продолжение, как вообще продолжение рода, да, то есть, как женщина, как олицетворение бессмертия. И вот точно так же, и вот здесь, мне кажется, с этой же позиции выступает и Верджи, он говорит, а вот есть же вот семья, продолжение рода, в этом смысл. Он говорит, ну, и дальше ирония. Я нашел. Семью, да, и после этого он убивает. Ну, как бы про иронию здесь можно говорить просто все, то есть, можно брать фильм, разбивать его на пять инцидентов и рассматривать каждый инцидент, но я думаю, человек, смотрящий этот фильм, он ее и так понимает, потому что, например, когда он отвечает глупышке или простушке по-другому в нашем переводе, о том, что... Симпл он ее, по-моему, оригинально называет. Он ей говорит, я убиваю, я убийца, и после этого он действительно убивает. Вот в чем ирония. То есть, обычно после того, как человек признается в своем грехе, он раскаивается, он не идет дальше совершать тот же самый поступок. Да? А здесь все наоборот. И если вот, чуть вернемся к Ницше, да, вот эти четыре парадигмальные концепции. Вечное возвращение. В чем оно заключается? Если вспомнить анимационную вставку, где человечек идет от фонаря к фонарю. Там всегда будут эти фонари, да? Это вечное возвращение в одну и ту же точку. И концентрация силы только в единой точке. Понятно, это, как сказал правильно, на мой взгляд, Верч, это можно применить к любому человеку. Но из-за того, что Ларс фон Три иллюстрирует вот это вечное возвращение, оно становится нам еще более понятным. Второе. Сверхчеловек. Ну, тут нечего даже обсуждать, потому что Джек ассоциирует себя с ним. Но он не сверхчеловек и никогда им не станет, потому что ирония-то в том, что он не архитектор, он инженер, который думает, что он архитектор. Он никогда не добьется ничего. И даже дом, который он построил из материала, у которого есть воля, это просто ужасное сооружение, которое непригодно для жилья. Это пародия на человека. Вот он сам, вот что мне еще показалось важным, он сам является пародией на человека. Он сам... Он не человек, он психопат. Нет, вот именно пародия. Сейчас объясню, почему. И вот как... И он сам пытается создавать... То есть он сам симулякор, и он пытается создать... Вот у меня симулякор. Да, симулякор. То есть у нас есть вот этот несчастный мальчик, да, который, как его звали, то ли... Ребенок? Да, Шалун, вот у него была какая-то характеристика, что, в общем... Весельчак, Гривый или что-то такое. Вот что-то, да, вот с этим связано. Но он... Вот именно... То есть там было что-то больше не Весельчак, Кривый, а вот что-то то ли грустное. Ну, в общем, сейчас, да, к сожалению, уже... Да, надо еще раз будет пересмотреть и совет всем смотреть фильмы по несколько раз. Вот. Там есть... И вот он пытается переделать его сущность. То есть вот он пытается из него сделать... он губнел все время. Да, да, да. Он такой... Вот, вот что-то там вот было, да. И он исправляет мыло, он создал ее. Да, то есть он исправляет сущность. Фактически в аристотелевском плане первую сущность он пытается вообще исправить, да, то есть самого человека исправить. И в этом плане он точно так же исправляет и себя. То есть это род, да, он пытается улыбаться. Вот это вот... Как он сам, он же не знает эмоций, он тренируется по фотографии. Тренируется, да, по фотографиям. Ты еще подумал, вот там он же достает не просто вот улыбки фотографии, да, он еще достает просто гримасы, то есть вот это вот... Удивление. Да, он пытается симулировать жизнь. Он пытается... Имитировать. Да. Сейчас очень, кстати, мне кажется, на все сферы жизни очень распространенная функция. Я вот еще вспомнил, мне тут сразу же вспомнилось, естественно, Делес с его концепцией логика ощущений, где он анализирует картины Фрэнса Бекона, где вот есть рот, и вот это вот выскальзывание постоянно из себя через рот у Фрэнса Бекона, там вот отверстия постоянные. Вот здесь просто гипертрофировано выраженное отверстие, через которое он сам же от себя убегает. Для того, чтобы его найти. Да. Если ты вспомнишь, с камышами момент. Он постоянно убегает, чтобы его нашли. Он во втором инциденте убивает женщину, и ее труп везет с кровавым следом. Его уже ничего... Ну, у него начинает отходить его обсессивно-компульсивное расстройство, да, и он начинает рисковать. Зачем он рискует? У него от этого, скорее всего, повышается адреналин. Он хочет, чтобы его нашли. И тут, привет, Тарковский, начинается благословенный дождь, да? Потому что, как мы знаем, Ларс фон Трир безумно любит Тарковского, и очень много отсылок, кстати говоря, к нему, и вообще, в принципе... И к самому себе, между прочим. И к самому себе, да. Сама цитата. Да, он же, да, цитирует и анти... Антихрист и меланхолию, да. Что он там только не цитирует, даже прям... Не то, что цитирует, он кадры вырезает оттуда. И вставляет. Да, и там же еще пробежки какие-то были. Кстати говоря, вот по поводу того, чтобы желание найти преступника у преступника, очень мне напомнила вот эта поездка его под саундтрек Дэвида Боуи, fame, когда он ехал во втором инциденте с женщиной. Мне очень напомнило из «Груза 200» проезд милиционера с девушкой на мотоцикле под песню «Плод» Юрия Лозы. Безумно напомнило, потому что энергетика Дэвида Боуи с песней fame, известность, знаменитость, она вот прямо противоположна тому, что делает мистер изощренности. Обрати внимание на вот это желание стать сверхчеловеком. Точнее, не просто желание, а он себя им ощущает. Да, то есть он считает, что он уже сверхчеловек, которому дозволено всё. И если, опять же, к Нильше чуть-чуть вернуться, разделение на аполлонизм и дионисизм. Вот Вёрдж – это аполлоническое начало, а Джек – это дионисизм, причём в ярком его проявлении. Это разрушение всего до основ. Это извращённое самолюбование, но такой, знаете, дионисизм немножко психопатический, потому что он всё-таки больной человек, и об этом не надо забывать. Да, ещё как во втором тоже, мне кажется, второй инцидент, он самый интересный, потому что там же, что он… Там настолько ещё вот эти шутки, что он постоянно возвращает… Кстати, вот опять же возвращение… И он пытается постоянно проверять, а кровь там на месте. И абсолютно… Мне ещё напомнил абсолютно идиотский сериал, есть американский, потрясающий, не знаю, смотрела, не смотрела, называется «Светлана». Не смотрела? Нет. А про русскую проститутку. Знаю, ты посмотрела. Вот, он просто очень такой потрясающий, там главная… Ну, не про русскую, про… Ну, там как бы… Славянскую, да. Славянскую, да. Девушку, которая… Она прямо приехала из Украины, вот это точно там известно. И вот у неё там постоянно… Она там говорит, там ещё надо смотреть сериалы на английском, потому что… Fantastic, ok, bye-bye. Ну, вот у неё вот эти вот выражения. И вот у неё, это как в комедийном сериале, там абсолютно тупые люди. То есть, у неё вот эти вот образы, которые там есть в сериале, это абсолютно тупые люди, которые ничего не понимают. То есть, там, ну, можно и сериал тоже рассматривать отдельно. И вот здесь то же самое, абсолютно тупой полицейский. Причём именно вот во втором. Абсолютно тупая женщина, которая его впускает домой. Домой, да. Которая обещает повысить пенсию. Ну, абсолютно не понимаете. Да, у неё же абсолютно… Это разговор абсолютно двух дебилов. Ну, это не… Ну, это грубо. Ну, это абсурдная ситуация в якобы мире. Мире. Потому что… Ну, для Трира, возможно, это не якобы мир, а просто все люди настолько… Вот тут, кстати, мне кажется, он обижен на всю Данию. Они не закрывают двери. У них традиция в городе, их полицейские заставляют двери закрывать. Потому что люди не закрывают двери, они доверяют друг другу. Доверие на высочайшем уровне. И тут он высмеивает по факту это. То есть вы доверяете, вы получаете. Фактически он полемизируется своей страной, которую очень сильно любит и не снимает фильмы подобного рода в своей же стране. Да, опять же, он всё плохое выносит в Америку. Вот эта поляризация мира на своё, чужое, она для него тоже очень преемственна. Не только в Джеке это всё есть. Это всё есть и в других фильмах, в той же «Нимфоманке». Он доводит всё до крайности. Он усугубляет проблему до той степени, пока нам не станет тошно от неё. Пока мы не поймём, что нет, нам это не нравится. Для Ларса Фонтриера очень важно показывать негативные аспекты жизни, для того, чтобы люди об этом задумались. Потому что мы сейчас живём в обществе благоденствия. Я не имею в виду Россию нынешнюю, да? Вообще не к России. Общество благоденствия – это такая суперидея всего цивилизованного мира создать гражданское общество. И следить за всем, чтобы было всем хорошо, но только в средней пропорции. То есть не дай бог, ты станешь лучше, чем другие. И не дай бог, ты попробуешь уйти за черту чуть вниз. И вот этот вердж, грань, которая сопутствует нашему главному герою, она это показывает. Когда ты переходишь за грань, ты оказываешься в аду. И это характерно для всего цивилизованного мира. Ну, в частности, для скандинавских стран. Вот эта изощренность, с которой продумывает все Джек, желание посмотреть негативы, демоническую сторону мира, темный свет, основную фотографию, ну, потому что пленка – это основная фотография, несмотря на то, что она в обратном цвете нам показана. Для него это как ритуал. Ведь он же психопат. Об этом, мне кажется, надо помнить в первую очередь, когда начинаешь обвинять фильм в том, что показаны сцены насилия. Естественно, они будут там показаны, потому что очень сильно поднимается проблема психопатии и людей с ограниченными возможностями в этом фильме. Да, но при этом, когда мы в самом начале с ним знакомимся, создаётся такое ощущение, когда Ума Турман уже играет, когда она к нему садится, и ты думаешь, а кто из них больший психопат? Да, идиотский диалог. Или она. То есть вот она играет, потому что абсолютно тоже... Это же адекватный человек. Ну, она вот просто начинает... Ой, а вы маньяк, не маньяк? Там, да, вот эти вот все диалоги, и ты вот начинаешь в какой-то момент сомневаться. А может быть, он её и не тронет, а может быть, он её не убьёт, а может, он вообще не маньяк? А вот тут, если помнишь, у Михаила Чехова есть феномен ружья. Если в первом акте появляется на сцене ружьё, в третьем акте оно обязательно стрельнёт. Здесь, я считаю, надо называть феномен домкрата Триера. Домкрат у нас появляется, домкрат им убивают, да? То есть театральность этого зрелища, она тоже присутствует. Театральность всего фильма. Это не догма 95, который придерживался Триера в «Идиотах», например, или который он придерживался в «Танцующей в темноте» или в «Рассекая волны». Нет. Это фактически вылизанный фильм, доходящий до китчи в самом финале, когда наши главные герои появляются якобы на картине Делакруа, Данте и Вергилий. Но это же, в этот момент становится просто смешно, как и становится смешно в первом инциденте, когда женщина фактически сама напрашивается, чтобы ее убили. Она садится в машину к незнакомому человеку, сидящему в фургоне. Доводит его еще. Да, говорит, где ее закопать. И вот такая интересная, мне кажется, вещь. Отсылка к Данте очевидна. Но если вспомнить первые строчки этого прекрасного произведения, дойдя свою жизнь до середины, я оказался в сумрачном лесу. Где начинает разворачиваться действие фильма? Тоже в сумрачном лесу. Начинается все в лесу и заканчивается так, как должно было закончиться. Он не становится, точнее, он пытается стать тем, кем он хочет, кем он не является. Он хочет стать Люцифером, он хочет довести все до крайности. Этот фильм о крайности и для крайности, для того, чтобы из крайности можно было выйти хоть как-то. еще, если вспомнить, ну, говоря о крайностях, если вспомнить саундтреки, их всего два, ну, если в фильме именно присутствуют звуковых рядов. Третий звуковой ряд это Hydrojack, уже на самих титрах так, чтобы повеселее было. Никакого, я думаю, философского подтекста нету здесь. Я про последний... Ну, мне кажется, почему? То есть, мне кажется, вот он как бы канул в бездну, но не показано, что он туда приземлился. Ну, он еще идет, да. И вот здесь вот то же самое. Ударь по дорогам, Джек. Он вот туда будет падать в бездну, в бесконечность, и он туда не факт, что приземлится. Ну да, но я имею в виду, что глубокого какого-то смысла нет, это просто говорящий саундтрек. А обратим внимание на постоянно повторяющиеся саундтреки, и в этом для меня, как для балабановеда, тоже есть некая параллель с балабаном. Балабанов любил повторяющиеся, зацикленные саундтреки. И также их любят три, используя всего два звука. Это Глен Гуд, господи, Глен Глуд, и второй саундтрек, это Fame Дэвида Боуи, написанная в Сарстах с Джоном Ленноном. Для альбома «Юные американцы», кстати говоря. Причем, если мы посмотрим на фигуру пианиста, которая появляется не просто звуковым рядом, а это вырезки из его документального фильма, о нем же, прижизненном. Жил он в 50-е, творил 50-е, 70-е годы в Канаде, умер в 82-м году в возрасте 50 лет, и его отец принял решение отключить его от аппарата искусственного дыхания. Этот пианист обладал уникальной техникой игры на фортепиано за счет своей низкой посадки перед пианино. Он садился очень низко и всегда на одном стуле. Всю жизнь этот человек играл на одном стуле. Этот стул сделал для него папа еще в детстве. Низкая посадка обеспечивала ему постоянный приток пальцев клавишем, он фактически не отрывал руки. И обратите внимание, там на этом документальном видеоряде видно, что он подпевает, подмурлыкивает сам себе. Нам кажется, что это просто какая-то любительская съемка. На самом деле нет. Этот музыкант постоянно делал так, что вызывало... Я так понимаю, у него была разновидность аутизма. Это не аутизм, это все-таки не аутизм, это синдром Аспенгера. В чем он заключался? Это определенного рода неуклюжесть и нежелание идти на социальный контакт ни с кем. Ему всегда было холодно, теплым летом он ходил в куртках, укутывался. И мы видим, что это тоже маргинал своего рода. Он всегда... Он был достаточно эксцентричной личностью. Если Дэвида Боуи, хотя он тоже эксцентрик, как мы знаем, нам его не показывают, но мы незримо чувствуем его присутствие, его бунтарский дух, то Глэна нам показывают. И мы можем увидеть, что этот человек тоже чем-то похож на Джека. Как Джек похож на Глэна. И что самое страшное для меня, потому что я не хочу придерживаться автобиографического подхода в этом фильме, Глэн также является одним из любимых музыкантов самого Ларса фон Триера, который, собственно, фон Триером не является. Он просто Триер, добавив к себе вот этот... Фон. Фон, да. Он действительно себе добавил эту приставку для того, чтобы быть более благородным в глазах публики. И это тоже своего рода провокация. Ведь его фильмы благородством, они не веют. Он показывает низменные стороны души нам. И демоническую сторону, свет. Он показывает темный свет, который в какой-то степени присутствует в каждом из нас, но доводя это... Вот мы уже про это просто говорили для того, что тебе просто не хочется это смотреть дальше. Так, и мне тоже из того, что я читал комментарии, мне очень нравится вот этот концепт, что нимфоманка — это Эрос, соответственно, Танатас. Кстати, тоже такая отсылка к Фрейду, потому что, насколько мы знаем, Фрейд в начале своего творчества больше писал про Эрос, а в конце жизни он как раз больше уже писал про Танатас. То есть он к этому шел и уже больше, соответственно, писал про Танатас. Вот здесь и про Триера, можно сказать. А вот какое у тебя сложилось впечатление, о чем вообще фон Триер, к чему он это все сводит? Вот если не Эрос и не Танатас, а вот к чему он это вообще все подводит? Такой вот твой конспирологический взгляд на все это дело. Мне кажется, что этот фильм об искусстве. Что, да, естественно, он про смерть, но про искусство в первую очередь. Триера в любом случае волнует вот этот вопрос. Кто такой творец? Может ли творец в искусстве считать себя реальным творцом? Можно ли использовать материал, который имеет волю, как тебе угодно? Можно ли не обращать внимание на этические нормы? Можно ли создавать провокационные фильмы, не вызывая общественного резонанса? И мне кажется, он отвечает для себя на этот вопрос. Провоцировать надо, но мне кажется, он не соглашается с Джеком. Триер не доходит в своих произведениях до такого уровня агрессии, до такого разрушения. Почему? Потому что он создает фильмы, в которых никто не пострадал реально. То есть это имитация имитации, такая двойная имитация мета. Тогда как Джек – это действительно убийца. Убийство – это не искусство. Мне кажется, это Триер, кстати говоря, ответ на этот вопрос. Триер в реальной жизни обладает огромным количеством фобий. Безумным количеством. Он не летает на самолетах, он не ездит на паромах, он не любит поезда. Там очень много всего. Но в кино он этого ничего не боится. Фактически он сублимирует все свои страхи в кинематографе. В какой-то степени он тоже асоциальный тип, как нам известно. Он постоянно уходит в запой, выходит из них. Вот этот фильм, кстати, был снят без запоя, он из него только что вышел. И предупреждал актера, который играл Вёрджа, о том, что вы меня, пожалуйста, не пугайтесь, я просто только бросил пить, и, возможно, я буду вам неприятен. То есть это крайне интеллигентный начитанный человек в реальной жизни. Но искусство, оно должно, как говорил когда-то Олег Кулик, наш российский акционист, говорил о том, что современный поэт, современный художник – это не врач. Он не должен лечить проблему в обществе. Он должен надрезать надрыв. Он должен показывать, что есть проблема, есть заболевание, и мы должны его надрезать так, чтобы весь гной стал выходить. Тут то же самое. Мы начинаем больше задумываться после этого фильма, но я думаю, что, надеюсь, ты тоже начал об этом задумываться, о том, что все психи, на самом деле, они внутри нас и вокруг нас. Весь этот мир, он достаточно абсурден. И достаточно зол. Достаточно зол. Нельзя никогда думать о том, что искусство – это только искусство. Искусство – это наша жизнь. Да, действительно, можно проживать жизнь как некий эксперимент. По сути, жизнь всего Джека – это эксперимент над самим собой. Но он себе может эту роскошь позволить только из-за того, что он не имеет человеческих чувств. Он болеет психопатией. Он не может сочувствовать другим людям. Ведь, если помнишь, в инциденте с простушкой он вёрджу говорит о том, что я к ней испытывал чувства, сильные чувства, для психопата сильные чувства. И это, в принципе, уникальный феномен. Да, и опять же, там тоже самое, вот эта связь, когда он пытается с ней поговорить по телефону, находясь по красному проводочку. Он говорит, что я на проводе. Там сидела ля-ля-ля-та-паля, а потом он, собственно, этим проводом её и обмонтировал. Ну да, это опять домкрат Триера, только теперь с проводом. Ну и огромное количество красного цвета, если обратил внимание. Но опять же для того, чтобы Данте выделить. Конечно. Естественно, Трир в интервью говорит, что нет, я просто использовал красный цвет, но, по-моему, всё слишком очевидно и лежит на поверхности, как сказал главный герой картины. Для того, чтобы что-то спрятать, это не надо прятать. Когда он бегал с трупами, окоченелами по этому дому, тоже достаточно забавная сцена, когда никто не обращает внимания. Это было после мультика, я тоже заметил, что Ларс фон Трир делает ставку из мультика, вот там, где ягнята скачут, и потом он добавляет вот эту вот мультяшность. И причём это настолько гомерически смешно, причём там же в окнах-то люди. Да, да. И вообще, ну как бы, и он спокойно там, и поскакал, что называется. Ну да, этот фильм ещё не просто про опустошение и покинутость, а про то, что современный мир с его социальными технологиями, которые у нас есть, социальными медиа теми же сами, они ничего нам не дают. Фильм, конечно, говорит про Америку 70-х, но по факту мы понимаем, что этот фильм про сейчас, про здесь и сейчас. Всё то же самое. Он вне времени находится. Да, это такое безвремение. Кстати, мне вот тоже кажется, что это очень близко русскому человеку, который, мне кажется, находится в состоянии безвремени. Ну, сейчас уже нет, у нас достаточно всё устаканено. И, кстати говоря, относительно этики и эстетики Ларса Трейера и России. В 2012 году Владимир Владимирович Путин предложил ввести так называемый закон Хирша. Так называемый. То есть просто этическое законодательство для кинематографистов российских о том, что можно в кинематографе показывать, а что нельзя. Естественно, всё это вылилось в восстание на Болотной площади, если помнишь, были у нас такие. Проект заглох. Никакого законодательства, этического манифеста комитета не собрали. Но если мы знаем, что с 2012-2013 года у нас в кинематографе нельзя курить, в новых фильмах, героям, появился возрастной ценз на любое произведение искусства. Вспоминая реакцию Государственной Думы на фильм «Смерть Сталина», тоже становится... Кстати, мне ещё очень забавный факт. Бегая по каналам, по российским, я на ТНТ, там ТНТ-4, по-моему, там показывали старые серии старого универа. И там сцена, где абсолютно слова из серии наподобие «Дурак». Слово «Дурак», оно запикано. И это выглядит ещё хуже. То есть твой мозг, твоё сознание... То есть ты знаешь, что там в этом сериале ничего оригинального... Те серии, которые есть в интернете, они без вот этого ценза и так далее. И там всякие слова, и твой мозг начинает додумывать слова ещё хуже. А у Триера ты ничего не додумываешь, потому что там всё настолько открыто. Обрати внимание, он только один раз говорит слово «сука», и оно не матное. Естественно, есть режиссёрская версия, но нам просто пока её ещё не показали. Но это как с «Нимфоманкой» история, где на полтора часа больше информации. Нам критики все кричат, бьют у сердца о том, что надо смотреть режиссёрские версии. Но если мы вспомним, что «Нимфоманка» состоит из двух частей, сначала посмотреть обычную версию, которую нам урезали прокатчики, а потом смотреть режиссёрскую версию Триера, ну, если подряд, то мозг может вспухнуть немного. Хотя бы из-за хронометража. Здесь же, когда мы говорим в России этики, эстетики и всем прочим, и Триере, мы понимаем, что у нас тоже начинается работа над обществом благоденствия, так называемым. Вот то, о чём я говорила, про предложение Путина 2012 года, про восстание на болотке и в дальнейшем закрепощение кино, да, как закрепощение крестьянам, соборным уложением 1649-го, вот примерно то же самое происходит. И что интересно в сеансе, в издательстве сеанс у «Медузы», у «Ленты», что интересно, хотя «Ленты» не такая оппозиционная газета, не оппозиционное издание, пишут о том, что это этическая реформа в кино. То есть есть уже для этого название. И фактически скоро, я надеюсь, что у нас появится такой режиссёр, который разнесёт всю вот эту этику очень-очень далеко, потому что морализаторство в кинематографе, оно иногда ничем хорошим не заканчивается. Почему? Потому что кино всё-таки несёт в себя, конечно, некий воспитательный элемент, в том или ином ключе, даже косвенно. Просто почему? Потому что кино воздействует на сознание. И если ребёнок в 14, там, подростки, извините, извиняюсь сразу, если назвала подростку в 14 лет детьми, так вот, если подростки в 14 лет смотрят Ларса фон Триера, и родители им закрывают глаза и говорят, нет, это только после 21 года, потому что там плохие сцены, да, сцены насилия. Но мы никогда не додумываемся до того, что иногда сцены насилия нужны для того, чтобы избежать насилия в реальной жизни. Если насилие несёт в себе какую-то цель на экране, оно для чего-то использовано, а не насилие ради насилия. То есть, вот, кстати говоря, многие критики возмущаются по поводу этого фильма в связи с огромным количеством насилия, говорят, что это трэш ради трэша. Ну, там насилие вообще, ну, как-то кого? Ну, просто очень много мёртвых, замороженных людей, которые становятся материалами. Но это не насилие. Ну, как бы, насилие... Ну, когда женщина без лица. Ну, это неприятный кадр. Ну, это неприятный кадр, да. То есть, это уже по факту. То есть, не показывает же, как, ну, условно говоря... То есть, там, её лицо, вот, прямо оно врезается в асфальт. Да, то есть, вот это... Он же мог бы это изобразить. Но нет. Там просто... Он едет на машине, сзади тела, просто, который оставляет кровавый след. Ну, я бы не сказал, что это прям, что-то отвратное, вот, прям, мега-мега... Это неприятное. Это неприятно, да. То есть, если утёнка вспомнить, все возмущались вот из-за ребёнка, из-за утёнка в Каннах. Утёнка, да. Утёнка, птичка, шалка. Но ни одно животное в фильме не пострадало. Это в титрах значится, и все сразу успокаиваются. Ну, просто титры обычно мало кто смотрит, да, и думает, что Ларс фон Триер – это как Тарковский с Андреем Рублёвым и с горящей коровой, которая умерла заживо. И до сих пор неизвестно, реально она умерла или нет, потому что обвинения идут до сих пор. Ещё такой момент, мне кажется, он важный достаточно. Философская подоплёка, да, философско-искусствоведческая подоплёка. Зачем такое количество встроенных кадров? Вот я этим вопросом задавалась на протяжении половины фильма, пока до меня не дошло, кто такой Вёрдж. Ну, то есть, зачем этой иллюстрации, неужели у меня не хватит ассоциативного ряда в голове, если вы мне просто напомните тонко об этом, как зрителю. А потом я поняла, потому что вот этот визуальный ряд, он ещё больше создаёт эффект мифосказки, такой притчи философской. И рассказ уже получается не боевиком, не триллером, не извращением мозга Ларса, а философской такой, философской изысканной притчей. Для псевдоэстетов, как очень многие говорят, потому что, я уже говорила об этом в самом начале, интересно смотреть, просто следить за тем, а что же будет дальше? Кого он поставит? Гогена или Тициана, да, Боттичелли или кого он использует ещё? Гитлер, Сталин, Мао, причём, обрати внимание, он приравнивает Гитлера к Сталину. К Сталину, да. Я меня немного, конечно, триггернуло на этот момент. Мне, кстати, показалось, может быть, там вот эти вот сцены точно из, вот, Освенцима, Бухенвальда. Вот, да. И, соответственно, может быть, там, ну это надо проверять, потому что у меня не было, как бы, мне показалось, там из каких-нибудь там гулагов российских. Да, было, было, с гулагов было советского. Вот, то есть вот эти вот все вещи, да, они приравнены и приравнены к иконам сверхлюдей, которые... Но иконы, обрати внимание, ни одной иконы из периода Возрождения, из периода Барокко не было использовано. Их не было вообще, были иконы только во втором понимании его. То есть икона как must-have, так называемый, да, то есть что должно быть обязательно, там, для ознакомления. В тоталитарном государстве, как? Ну, там, мне кажется, это не в тоталитарном даже государстве, а просто тоталитарная культура, она всегда выдает очень изысканную и монументальную архитектуру. А так как он хочет быть архитектором, естественно, это олицетворение его, вот с этими великими. Я не помню, говорили мы с тобой в прошлый раз об этом или нет, вот тотальное одиночество человека в соцсетях и создание пантеона богов в Инстаграме. Я не помню, говорили или нет? Мне кажется, что нет. Вот смотри, по сути, вот эти иконы, да, там, тоталитарные лидеры государств, это фактическое... Почему мне так непонятно было, зачем такое огромное количество визуального ряда было в фильме использовано, то я поняла, это как сториз в Инстаграме, то есть сверху есть набор анимационных вариантов. Ты выбираешь, что тебе смотреть, ты подписываешься на тех людей, которые тебе интересны, ты от них что-то получаешь, такое око за око, зуб за зуб, а с тебя лайк, от этого человека какая-то информация для тебя, того, чего тебе не хватает. И сразу же вспоминается мифология древняя, например, возьмем пример древнегреческой мифологии, определенный пантеон богов, где каждый бог отвечает за то или иное послание человеку, да, у каждого бога есть своя функция, и человек, желая получить что-то, что ему не достает, например, за богатством, он пойдет к одному богу, если он хочет успеха в войне, он пойдет к другому богу. И как будет проходить мольба о помощи? Это будет жертвоприношение. И вот теперь чуть проведи ассоциацию с Инстаграмом, и все становится ясно. Мы сами себе создаем пантеон богов. Только теперь нам не надо никуда выходить, мы можем его создать у себя в телефоне. Этот телефон будет всегда с нами. Плюс ритуальность. В мифологическом сознании, в мифическом сознании всегда есть некая ритуальность и зацикленность времени. Это, опять же, относит нас к концепции времени, которую предлагает Трир в своем фильме. Есть некая зацикленность мифическая с пантеоном богов, да, вот с этими иконами, с фашизмом, с Гленом Глудом, да, где, на которых фактически молится главный герой. И Инстаграм. Ритуал в чем заключается? Каждый раз, просыпаясь утра, мы идем не к чашке кофе, на самом деле. Мы, просыпаясь утра, открываем телефон. Мы открываем смартфон и начинаем что-то там смотреть уже. Кто-то начинает, возможно, свою жизнь с, не знаю, с новостной ленды, да, с новостной сетки. Но это одно и то же. Ну, нет, ну, в принципе, да, если ты выбираешь какую-то определенную газету, например, которую ты читаешь по утрам, но ты всегда заканчиваешь свой день тем же самым ритуалом. Ты засыпаешь и просыпаешься с этими людьми, с этими богами так называемыми. Но боги, как мы помним, в мифологии древнегреческой, то же самое, да и в других всех мифологиях, в том числе и в скандинавской, кстати, они все имеют очень сильные антропоморфные черты, те же грехи, которые есть у людей. Они фактически те же самые люди со своими проблемами, со своими судьбами, но просто живущие чуть выше. Вот в Инстаграме это то же самое, потому что мы же подписываемся на реальных людей. Мы же подписываемся на людей, зная заранее, что инстафото – это не то, что в жизни. То есть в жизни этот человек абсолютно другой. Что происходит с Джеком и с его рядом икон? Он пытается ему подобиться, если вспомнить его дом, его правильный дом с обсессивно-компульсивным расстройством, где все по полочкам у него лежит. Обрати внимание на полки с книгами. Центральные книги – это книги по тоталитарной архитектуре. Он молится именно на них, он чувствует только так. Обвинение Тригера в фашизме, после этого фильма, естественно, ну и сразу привет автобиографический контекст всего этого, что вот раз Джек – фашист, ну потому что Джек – фашист, то и Ларс фон Тригер – фашист. Ну да, было действительно высказывание о Гитлере в 2011 году. Есть определенные симпатии к национализму как таковому у Триера. Но это национализм такого, как мне кажется… Не фашистского характера. Не фашистского характера, просто он вырос в островном государстве, вот с полной прозрачностью. И датчан, кстати говоря, в своей стране проживает, в титульной нации, 98%. 98%. То есть о чем может быть речь? Они все друг на друга похожи, и в таких странах малых, с одним типом населения, этнических государствах так называемых, естественно, там будет высокий подъем национализма. И опять же, у меня все не выходит мысль о том, что Балабанов – это русский триер фактически. Триер – это русский Балабанов. Ну, нет, я бы так… Ну, у них общее, конечно, есть. Это Тарковский в своей основе, преломленный. Просто если триер, он поклонник, и это активно показывается нам, да, представляется, то Балабанов, он наоборот отходит от Тарковского. То есть там есть только общая стихия водная. И Балабанов уходит в обратную сторону, он Тарковский медленный, тягучий, вот как триер, да, ты его смотришь, тебе хочется, как эта вода расчесться, или как-то планета меланхолия с Луной уйти куда-нибудь подальше, на пять минут показ капли воды, да, как стекает. Это вот триер, это Тарковский, а Балабанов уходит в обратку, он уходит в быстроту, он уходит в действие. Как мы помним, все его фильмы не больше полутора часов. Это очень быстро, четко и емко. У триера же это преклонение перед Тарковским, фактически он его икона. Я не побоюсь этого сказать, потому что Тарковский не боится своих, ой, Тарковский, извините, триер не боится своих пристрастий. Он их показывает, он показывает барокко, он показывает ренессанс, он показывает всю архитектуру, он нам создает энциклопедию Джека. Он предлагает новый вариант, ведь если мы вспомним, в веке просвещения появились энциклопедии, да, Дидро создал энциклопедию как таковой, не было энциклопедий до этого никаких. Тут же появляется энциклопедия, такая перевертыш, то есть он нас как будто бы погружает в ренессанс и говорит, а вот вам энциклопедия, вы можете узнать здесь все, здесь миллион отсылок, есть здесь гипертекст, есть здесь огромное количество метафор. Если вы заинтересованы слушать, ну такой, знаете, продвинутый пользователь, как в компьютерах, то вы должны это раскопать. То есть это как такой лабиринт, очень похоже, если сравнивать с живописью, кстати, ни одной картины там нету, при Рафаэлите. При Рафаэлите, ну если, я думаю, это надо пояснить о том, что при Рафаэлите всегда писали расшифровку символов, которые используют на работе. То есть картина при Рафаэлите – это код. Если на картине используется маг, значит, скорее всего, реальный человек, изображенный на этой картине, умер от опиума. То есть маг – это такой очень четкий символизм. Если на картине изображается ворона, это символ смерти, ну и прочее, прочее. Но, в общем, у при Рафаэлитов все было расписано по частям. То есть никаких лишних телодвижений автор не мог использовать. Он использовал только те символы, которые были в общем кодексе заложены. И, по сути, энциклопедия Ларса фон Трира и Джека, и фильм весь Ларса фон Трира – это такая прерафаэлитская головоломка. То есть вот я придумал, у меня есть код, а теперь попробуйте раскопать его вы. Кстати, вот если ты смотрел комментарии, может быть, заметил, ну, к фильму я имею в виду, я просто наткнулась на очень много, небольшое количество видеоконтента, где люди раскрывают скрытый смысл. То есть есть, оказывается, верхний слой, а есть еще два скрытых. Вот все почему-то про два скрытых говорят. Нет, я видел пять скрытых. Пять скрытых смыслов? Да, там какая-то статья была, да, про пять скрытых смыслов, еще что-то. Господи, такое ощущение, что люди только что узнали вообще о существовании герминевтики. Нет, да дело не... Нет, про герминевтику это вообще, мне кажется, не сюда, но... Ну, почему же? Ну, ты имеешь круг понимания герминевтического? Нет, даже не про... Вообще герминевтика, да, она же... Там же была задача в Средневековье, которая как раз... Правильно вообще прочитать Библию, а что там вообще написано? Вот. Ну, вот поэтому как бы... Ну, Триер ее прочитывает наоборот, предлагает нам прочитать ее наоборот. Предлагает нам пойти вслед же Ницше, вслед за своим же Антихристом, вслед за Антихристом Ницше, вслед за Меланхолией, да, вслед за Концом Света, за Эросом из Нимфоманки. Но, да, обратите внимание, нету сексуального подтекста никакого вообще. Даже тот момент, когда он начинает обводить как пластический хирург грудь и глупышки, это не вызывает какого-то сексуального желания, потому что мы догадываемся, к чему это все идет. Мы видим, насколько точно он это все вымеряет. Там нет никакой страсти, это попытка расчленить человека, но не более, исследовать его как объект. Отношение к человеку как к объекту, то есть субъект-объектная такая модель, она проявляется не только в фильме Триера, она проявляется, ну, для Триера, как мне кажется, она проявляется во всем мире. То есть вот когда мы относимся к человеку только как к средству достижения некой цели. Человек, есть цель только в случае Джека, потому что он сам себя считает уже целью. Этот вот привет Эммануил Кант, да, и... Антикантовская, да. Антикантовская такая парадигма у него, да. Макеевеля больше. Ну, он не государь. Ну, он не государь, конечно, так. Спасибо. С вами была программа «Философское мнение». Не забывайте подписываться на наш канал, оставлять лайки, комментарии, что вы думаете вообще про этот фильм. Те, кто его смотрели, да и те, кто не смотрели, тоже пишите. Мы благодарим антикафе «Касса Пикассо», который находится на Таганской. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»